Проклятие над Саровскими стройками, эффективная российская вакцина и мастерство общения с детьми и подростками, о чем говорит город, говорим и мы обсуждаем самое интересное, на наш взгляд, события последних дней. В эфире соседский Wi-Fi в студии Петр Смирнов. И Лидия Шулаева. Подключаемся. Вновь поменялись. Да. Петр, вот ты депутат, уже второй срок, и ты наблюдаешь за тем, как растет... Второй созыв. Срок мне не очень нравится. Особенно в контексте последних событий. Ну да. Кстати, так люди удивляются, что в нашей стране могут прийти за каждым, как будто это новость. Вообще открыли глаза. Всегда так было на протяжении столетий. Ладно, вернемся к местной повестке. Второй созыв, ты депутат, ты видишь, как растет и развивается наш город, сколько объектов инфраструктуры здесь строится. Объясни мне, пожалуйста, я не могу понять, что за проклятие висит над Саровскими стройками. Почему как не строительство какого-то объекта, так срыв сроков? Что не так? Сейчас на ковид списывают. Раньше-то ковид не было. Слушай, я бы, может быть, тебе объяснил, что не так с конкретным объектом. Ну, например, я не знаю... С 11-й школой она все время шла в срок, а тут сказали... Нет, она шла не в срок, она опережала срок. А теперь, говорят, задерживает опять. У меня только одно предположение, что вместе с выделением дополнительных средств, о которых нам администрация докладывала, что они дополнительно получили финансирование, что те деньги, которые уже освоены, чтобы не замораживать стройку, мы напряглись, получили дополнительные деньги, вместе с ними сократили срок. То есть, вот, был 3 года, допустим, на строительство школы. Мы год вперед, условно говоря, сработали, получили дополнительное финансирование, и нам один годик раз, как говорится, справа и отрезали. Ну, для вас слева. Значит, и получается, что стало не 1 сентября 2022 года, а 1 сентября 2021 года. А работать-то быстрее не стали? Да, тут у нас ковид, значит, запрет на въезд в рабочих у нас город то закрывают, то открывают. Значит, опять же, да, сезон, не сезон, зима, не зима. Зима-то нынче, зима. Зима, да, морозец, вот. И получается так, что уже к 1 сентября и не успеваем. Ну, говорят, вроде как, пока... Вторая четверть, вроде. Вторая четверть, 2-3 месяца отставания. Ну, будем надеяться, конечно, что... А там опять не сезон, дожди и морозы, и затянется история, как с школой 10. И в 10 школе, там не было, условно говоря, там сдвига сроков или еще что-то, да, там просто был подрядчик, который не рассчитал свои силы, с моей точки зрения. У нее не было собственных сил в городе, он... Ну, это была Нижегородская там строительная организация. Пыталась нанимать здесь у подрядчиков, но именно в тот год 10 школы, да, именно я говорю, очень было большое количество строек, в том числе парк. Подожди, не в тот год, давай скажем, в те годы, в 2 года, по-моему. Ну, плюс еще парк в тот же момент, понимаешь, строили. Которые тоже не успевали. Тоже не успевали. Но ведь мы же знаем, что опыт – это сын ошибок трудных. Ну, один раз промахнулись со сроками, два раза промахнулись. Ну, на третий-то можно сделать выводы, ну, и как-то пересмотреть работу подрядчика в сроки, потому что, ну, как-то некрасиво получается. Люди-то видят, люди смотрят, все все понимают. С 11-й школы все не так страшно. Ну, не 1 сентября, а 1 ноября сдадутся, если все, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, мне же вниз глазить. То есть с детской поликлиникой вообще ничего не понятно. Неделю назад ФМБА должна была рассказать о своих каких-то планах, да, по реализации проекта. Но я, по крайней мере, ничего не услышал, никакой информации. Был Денис Москвин у нас, сказал, что... Что, ты не помнишь, кто такой Денис Москвин? Денис, я помню, кто такой Денис Москвин, я просто не понимаю, каково может быть его участие в этом вопросе. Да, 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 да. Не надо быть Денисом Москвином, чтобы понять, что ее не построят срок. Ну, в общем-то, да, да, да. То есть достаточно просто доехать и посмотреть на там, ну, банально, то есть брошенный объект на первом там этапе строительства не цоколя, а вот фундамент. Ну, потребность в этой поликлинике, она, мне кажется, выше, чем в школе. Школа нужна, но поликлиника нужнее. Конкурс провели, деньги выделили. Деньги федеральные. Федеральные, да. То есть это полностью федеральный проект. Да, это не муниципалы к нему не имеют отношения. Это полностью ФМБА, да. Не регионалы к нему не имеют отношения. Это все за счет средств ФМБА, это федеральный бюджет. Ну, тут тогда уж точно коронавирус виноват. Ну, медикам не до ерунды было. Не до поликлиник. Да, поэтому, конечно, то, что там происходит, это безобразие, с одной стороны. И в ресурсах мы ограничены. Не то, что там мэр города, да, там губернатор не имеет никакого отношения к этому процессу. Но что-то делать надо, да, и как-то его поднимать наверх и так далее. Я даже думаю, что это сам Денис Москвин, ну, кроме запроса, там, да, от депутата Госдумы, вряд ли чем-то тут может помочь. Потому что даже ФМБА может спокойно от него, ну, не то чтобы отмахнуться, но ответить, как у нас будет, ответить дурочку какую-нибудь. Главное, чтобы история с поликлиникой, она не превратилась в историю про ФОК. Опять этот же Денис Москвин пять лет уже к нам приезжает. И на каждой пресс-конференции его задают один и тот же вопрос. А когда ФОК? Пять лет назад, когда мы, шесть уже почти, когда мы избирались, первый раз я избирался, тогда ФОК тоже был, знаешь, как флаг такой, что мы построим ФОК. Ну, где там? А ФОК и ныне там. А ФОК и ныне там. То есть должно произойти какое-то чудо, чтобы выделили там 700 миллионов рублей нам на строительство ФОК. Ну, реально. Ну, и выборов-то таких в Госдуму, конечно, но вряд ли это повлияет. Губернатор когда выбираем? Ну, дай подумать, 20 какой? Не скоро. 22-й, 23-й, не знаю, где-то вот. Может быть, это и будет тем чудом, которое подарит нам ФОК. Покупка голосов избирателей через строительство ФОКа, ну, в принципе, чего нет? Фундамент заложить и заморозить. Отлично. У нас это дело, понимаешь, на Курчат вот так происходит, там, детская поликлиника. Саров – город замороженных фундаментов. Вот точно. Визитная карточка. Визитная карточка, замерзший фундамент, да. Ну, есть и хорошие новости, Петя, есть и хорошие новости. Наша вакцина «Спутник Ви», которой ты привит, признана вообще на мировом уровне эффективной. Эффективность 92%. Я отвечу тебе словами Пескова, мы медицинский журнал не читаем. Не, ну в этот-то раз почитали. Ну, в этот раз, да нет, ну, слушай, конечно, политика двойных стандартов известная, причем очень авторитетная. Издание «Ланцет», это медицинский журнал, в котором публикуют, собственно говоря, все основные статьи про современную медицину, признала эффективность вакцины «Спутник Ви». 92%. Вторую прививку, которую я буду делать сегодня, вот, наконец-то прошло три недели. Вот, поэтому, да, почти 92%. И получается, что это такое мировое, международное признание эффективности, с одной стороны, и безопасности, с другой стороны. И уровня наших ученых. Да, тут надо, я считаю, что надо все-таки отдать должное, признать, что, ну, молодцы. Максимально короткий, рекордно короткий срок. Молодцы, да. Кстати, вакцина не вакцина, но цифры меня по заболеваемости, по крайней мере, в Сарове сильно удивляют. Очень резкий был спад, и таки прирост больных ежедневно держится на границе десяти. Два, шесть, восемь, девять, восемь, шесть. Это хорошо? Это хорошо, но как-то резко и странно. Это вакцинация так работает? Вот она, эффективность «Спутника Ви» в отдельно взятом городе. Спутника Ви начинали прерывать в каком? 11 января, что ли? То есть она еще даже не начала работать, вакцина в организмах. Ну, по идее, нет. Смотри, я думаю, что, конечно… Было десятки, 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 хобана, два заболевших две недели назад. Особенности Саровского образа жизни. Или подсчета? Нет, это Саровского образа жизни. Я уверен в том, что нельзя в этом винить статистику или какие-то там манипуляции. Мы провели дома 11 дней выходных. И вы были слишком ленивы, чтобы куда-то ходить? Все были ленивы настолько, провели это в тюленем состоянии, что ходили дальше, ну, не дальше, чем магазин у дома, понимаешь? Ну, или гараж. Ну, гараж. Да, то есть поэтому я думаю, что были разорваны те самые связи, да, по которым происходила передача заболевания, особенно на рабочих местах и так далее. Поэтому как-то все это остановилось, те, кто заболел, они как бы остались дома, продолжают болеть, отболели. А те, кто, ну, и от нее отгородились, а те, кто болеет, собственно говоря, вот этим перерывом десятидневным. Поэтому, с моей точки зрения, такой был локдаун в естественных условиях, знаешь, когда, ну, есть выходные же. Ну, еще одна такая новость, хорошая, нехорошая, нейтральная, ее уже обсуждают какое-то время, это появление новой должности в российских школах, это помощники, директоров, по связям с молодежью, по воспитательной работе. Замполит? Ну, вот типа замполита, потому что в их обязанности будет входить общение с молодежью на их языке, это значит понимать молодежный сленг, понимать вот эти вот все тиктоки, все такое. Слушай, нет, они не старшие вожатые. Ну, это вот будет помощник директора по воспитательной работе. Ну, как это ни назови, но, по-моему, это провал просто работы с молодежью за последние несколько лет. Да, да. Ну, причем даже не на местном и не на региональном уровне. На федеральном, молодежь говорит на своем языке, у нее свои каналы коммуникации, и их просто не понимают. Я имел малый опыт, с моей точки зрения, чтобы, может быть, до конца судить, но в то же время он был очень показательный и очень тяжелый для меня лично опыт, потому что реально молодежь, наша городская молодежь, не то чтобы не удовлетворена, а не понимает, что делать, да, то есть как быть успешным, что потребует, вот эти вот лифты социальные, да, карьерные лифты, они вроде бы как, на них есть запрос, но как, условно говоря, ими воспользоваться, совершенно неясно, непонятно. И молодежь, к сожалению, не знает, как быть услышанной, поэтому, к сожалению, мы видим, что очень много молодежи вот как раз на митингах, может быть, и нет там никакой политической позиции, а есть желание быть услышанным. И дай бог, если вот эта должность, она действительно пойдет на пользу и поможет. А вообще, очень хороший опыт общения с молодежью у нашей библиотеки имени Пушкина. Они говорят с ними на одном языке, и я думаю, что... Ну, может быть, и имеет смысл его как-то... Опыт перенимать, да, 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 да. И сегодня у нас гости как раз будет оттуда. Мы с ним поговорим о Пушкине, но как раз в контексте тех методик, которые помогают им общаться с детьми на одном языке и быть услышанными. МИД России теперь и в ТикТок. У них уже более 7 тысяч подписчиков. Но пока всего пара видео, да и те о том, чё имя нельзя произносить. По словам Марии Захаровой, аккаунт в популярной соцсети хотели завести давно. И это не дань моде, а информационная работа. Их примеру, кстати, последовали в МЧС. Интересно, кто следующий? Как вы уже наверняка слышали, с 1 февраля нецензурная лексика в соцсетях – всё. Но РПЦ этого показалось мало. Митрополит Иларион призвал автоматически блокировать все ресурсы, которые пропускают разные плохие выражения. Мол, бранные слова – это на самом деле серьёзная болезнь, и бороться с ней возможно только так. Кстати, как показало исследование медиалогии, в первые двое суток после введения закона ненормативной лексики в социальных сетях стало значительно больше. Печальная новость пришла на прошлой неделе. От коронавируса скончался капитан Том Мур, который во время пандемии собрал почти 33 миллиона фунтов для британских медработников. Вы наверняка помните этого храброго ветерана Второй мировой, который пообещал сто раз обойти на ходунках свой небольшой сад до того, как ему исполнится сто лет. Том выполнил свои обещания, а в июле прошлого года Елизавета Вторая посвятила его в рыцаре. А к нашему соседскому Wi-Fi подключилась Людмила Ивановна Чедаева, это библиотекарь библиотеки имени Пушкина. Здравствуйте, рада вас видеть у нас в гостях. Здравствуйте. И повод этого визита – это День памяти Александра Сергеевича. Вообще Пушкин, все знают эту фразу с детства, Пушкин – наше все. И вот сегодня хочется с вами поговорить о том, что почему действительно Пушкин. Пушкин вдруг стал нашим всем, ведь богата русская литература поэтами. Я думаю, что без Пушкина и мы сегодня нашу жизнь не мыслим. И если мы прочитаем с вами свои знаменитые произведения Евгения Онегина и ту же «Капитанскую дочку», то мы увидим, как много общего в нашей жизни и в жизни его героев. Но Пушкин – это ведь не только о любви. Да, это не только о любви. В общем-то, Пушкин, он много и каких-то, конечно, у него были такие стихотворения гражданского звучания и критические стихотворения, которым он давал отповедь своим критикам. Так как, например, в Болдине румяный критик мой насмешник толстопозый, так он писал, обращался к Булгарину из Болдина в 1830 году. И детский автор тоже в то же время. И детский. Но вот по поводу детского хочу сказать, что Пушкин, он не думал, что он пишет для детей. Просто так получилось, что он всем понятен. А вот, кстати, как так вышло? Давайте поговорим на эту тему. Вот все-таки откуда взялась фраза, что Пушкин – наше все? Почему Пушкин, сейчас немножко и скажу слово, всее, чем этот же Лермонтов? Лермонтов – прекрасный поэт, я его очень люблю. Но не говорят же Лермонтов – наше все, говорят Пушкин – наше все. Ну, потому что Пушкин, он, во-первых, он дал прекрасные образцы русского языка. И мы говорим сейчас, что Пушкин – это основоположник современного русского языка. Почему? Ну, потому что, вот представьте себе, до Пушкина, какой был язык до Пушкина? Вот простой крестьянин, например, он говорил на своем языке. А если бы, допустим, книжный ученый муж говорил о делах крестьянина, например, он бы сказал «Едва багряная зеница откроет долы, выйду орать». Это, значит, так бы сказал ученый муж о том, что же делает простой крестьянин. А что эта фраза означает, простите? Простой крестьянин сказал бы «Завтра с позаранку выйду пахать». Понимаете? А вот ученый муж, он сказал бы вот так. И они бы не поняли друг друга. Они бы, конечно, не поняли друг друга. Опять же, знать разговаривал на французском языке. Некоторые разговаривали смесь французского с нижегородским. Да, вот как в этом доме часто делают плезир. Что такое плезир? Это встреча гостей, какие-то удовольствия для гостей. А Пушкин, он взял все, ну, представьте, даже вот Ломоносов, он решил разделить всю лексику русского языка на три шкатулки, три штиля. Представьте себе, вот вы что-то говорите, или вы там решили написать оду. Так, мне нельзя вот из этой шкатулки слова брать. Мне можно только вот из этой. Потому что это уже будет не соответствие высокому штилю. То есть, это очень было сложно. А Пушкин взял, все смешал. И, как бы, конечно, вот если взять спор еще Карамзина и Шишкова, знаменитые западники и славяны Филы. Шишков велел выбросить все слова из русского языка, заимствованные, и заменить их исконно русскими. Как бы мы, интересно, говорили сейчас. Ну да, вот, нет, слово тротуар. Мне кажется, до сих пор это актуально. Слово тротуар, вот каким словом вы заменили бы? Дорожка. Про променад? Да русская надо русская. Пешник. Пешник. Это по тротуару мы ходим пешком. Или еще какое слово? Фонарь. Ну, светильник. Мы, в общем-то, как бы знаем. Ну, еще какие-то вот. То есть, вот, калоши знаменитые, да? Вот, макроступы предлагали Шишков. Лично. Вот. Ну, это издевательство над языком. Ну да, коль уж эти слова, они вместе с самими какими-то предметами. То есть, мы уже не воспринимаем их как заимствование. Ну да, потому что они пришли вместе вот с этими изобретениями, пришли в Россию и вместе с этими своими названиями и обозначениями. А Пушкин, получается, просто вот все три шкатулки смешал и начал говорить на всем понятном языке. Да, он и, конечно, умеренно употреблял иностранные заимствованные слова. Вы знаете, вот такие строчки в Евгении Онегине. «А мыслю я винюсь пред вами, что уж и так мой бедный слог пестреть гораздо меньше мог иноплеменными словами, хоть и заглядывала я в старь в академические словарь». И также он говорит, ну, панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет. А вот, кстати, еще о современности Пушкина хотела с вами поговорить, о том, что в разные времена, тяжелые времена, он был опорой и поддержкой. Не он, а какие-то его произведения. Вот расскажите, тот случай с блокадным Ленинградом, он очень интересный. Да, очень интересный случай. Пушкин спас людей в блокадном Ленинграде. Представляешь, Петр? Такая вот история. Нет, я хотел бы узнать. Женщина-блокадница решила написать своему сыну внеурочное письмо из блокадного Ленинграда на фронт в связи с тем, что она сходила в день рождения Пушкина в музей-квартиру на набережной мойке 12. И она рассказывает там сыну, кто там был, что там было. И она говорит, что помнишь, как ты стоял рядом с Бюстом Пушкина, и ты говорил, я рядом с Пушкиным. Когда я тебя искала, ты потерялся, а ты говорил, я вот беседовал, рядом с Пушкиным находился. И вот это письмо, она ему писала и говорит, что это письмо внеурочное, но я хотела тебе написать именно радостное письмо. Она ему также написала, что рядом с ней живет его невеста, что они с ней почти родные, вместе коротают вечера. И вот это радостное письмо она ему написала, и в конце были такие строчки, что если вот такие бывают дни в блокадном Ленинграде, значит, с нами все будет хорошо, значит, все будет замечательно, мы выживем, мы преодолеем голод. И вот это письмо, она его отправила, а через день она скончалась. Но сын об этом не знал, он получил это письмо, и на фронте все читали это письмо. И когда были какие-то тяжелые минуты, они, друзья, однополчане просили это письмо еще раз перечитать. Оно для них было как вот такой вот талисман. Как вот когда они читали, им хотелось жить, им хотелось выживать, и у них вновь появлялись силы. И чудо в том, что они все выжили. Вот, и они все выжили. И о том, что мама скончалась, он уже узнал позднее гораздо. Но потом он женился на этой девушке, у них появились дети, и в этот день, вот 6 июня, у них вот такой вот день, они для себя объявили днем радостного письма. И в этот день они ходят теми маршрутами, к которым ходила его покойная матушка. Заходят в музей. Заходят в музей обязательно. Вот так у них проходит день 6 июня. Представляешь, оказалось бы, Пушкин. Ну, с одной стороны трагическая, а с другой стороны она такая близкая всем нам, эта история. Она светлая, она светлая такая история, и очень классная. И очень хотела с вами поговорить еще. Я знаю, что вы постоянно изучаете Пушкина, его историю, историю его предков. И что-то интересное, новое можете нам рассказать из того, что вы узнали, например, про Ганнибала? Ну, хотелось бы к нашим горожанам обратиться. Если вдруг вы хотите помочь нам в покупке каких-то книг, потому что мы, к сожалению, не все можем купить, хотя стараемся покупать. Вот сейчас вышла книга Олега Лурье про Абрама Ганнибала. Может быть, кто-то захочет нам сделать такой подарок. Мы были бы очень признательны. Это для библиотеки. Да, это для библиотеки. Прадед знаменитый прадед Пушкина. Абрам Петрович Ганнибал. Вот мы, конечно, все знаем, как его зовут. Абрам Петрович Ганнибал. Где-то его называют. Ибрагим Петрович Ганнибал. И мы даже не задумываемся над тем, почему такое имя. Вот имя, оно какое-то не африканское, да, хотя мы знаем, что он родом. Это тоже смесь разных французского, арабского и снижегородского. Говорят, что он родом был или из Эфиопии, или из Абиссинии. Потому что вот две страны сейчас борются за то, что говорят, что вот он от нас. А что за имя-то такое у него странное? История такова, что в младенчестве известно, что двух сыновей африканского князя похитили турки. И турки дали им имена. Факт, что два брата оказались в России. И Петр Первый, он решил их крестить в православную веру, и он дал им имена. Абраму Петровичу Ганнибалу он дал имя Петр Петрович Петров. Петр Петрович Петров. В честь себя же, наверное, да. А брату дал Иван Петрович Петров. А откуда потом Ганнибал взялся? А Ганнибал Петр Первый отправил... Ну, сам хочу сказать, что на Петра мальчик уже как бы такого полуподросткового возраста не откликался, не отзывался. И, в общем-то, поэтому уже сказали, что ладно, пусть он будет тем, кем он привык вот себя. То есть Абрамом звали его и Ибрагимом. То есть вернули ему его турецкое имя. Но Петр Первый решил отправить их на учебу во Францию. И там они учились оба военному делу. И Ганнибал вообще не стремился возвращаться в Россию. Он воевал в действующей французской армии. Да вы что. И взял себе вот такое прозвище в честь африканского знаменитого полководца Ганнибала. Вот. Отсюда получился вот Ганнибал. Это который Карфаген, да? Да, да. Карфагенский вот этот знаменитый африканский полководец. То есть вот так вот сложилось имя. Абрам Петровича Ганнибала. И я знаю, что вот он добавит, именно Ганнибал добавит смысла фразе про Пушкин наше все. Что именно он культивировал картофель. Да. В России. Вот очень интересно. Да. Представляете? Несмотря на то, что царь подарил Абраму Петровичу Ганнибалу земли. Это Ганнибалский район Ленинградской области сейчас. Ганнибал, когда уже был в зрелом возрасте, он увлекся сельским хозяйством. И Екатерина II попросила его, чтобы он развел и культивировал картофель. Ведь мы все знаем, что картофель привез в Россию Петр I. Мы все это знаем. Но ведь картофель при Петре I выращивался в аптекарских огородах. Это было лекарственное растение. Клубни никто не использовал тогда. Да. А вот как уже картофель, как овощ, начал культивировать именно на своих полях Абрам Петрович Ганнибал. Вот представляешь, если бы не дед Пушкина, то не ели бы мы сейчас картошечки. А картошечка-то двухдомый без картошки до сегодня. Что у вас за... Это же Александр Сергеевич. Да, Александр Сергеевич вязанный. Это Александр Сергеевич. Привет, Светлане Валерьевне Кошкиной, хочу сказать. Александр Сергеевич живет у нас с ним, все хорошо. Вот, Светлана Валерьевна. Полностью создала, да? Да, она связала нам Александра Сергеевича. Он прямо кудрявенький, да, у вас такой? Да, вот видите, какой специальный нитки подобранный, чтобы он именно такой был кудрявый. Я знаю, что вот библиотека Пушкина, она такой флагман, наверное, не только в городе Сарове, может быть, в регионе, даже в стране, которая ищет пути, подхода, чтобы говорить с молодежью на одном языке. Вот как вы рассказываете о Пушкине, чтобы быть услышанным? Потому что если вы придете и скажете, Александр Сергеевич Пушкин, это российский поэт, который родился, который там сражался, жил, умер на дуэли, но это будет не очень интересно. Эта неделя, вся неделя будет посвящена Пушкину, потому что в среду День памяти Пушкина. Как мы знакомим с жизнью, с творчеством Пушкина? Ну, в такой неформальной обстановке, я бы сказала. Никаких лекций с Пушкина? Никаких лекций. Например, вот у нас в холле есть ростомер. Как мы его используем? Пушкин ведь жил при трех царях. И мы вот на этот ростомер прикрепили изображение царей, при которых жил Пушкин, самого Пушкина. Но мы их расположили по росту. Мы узнали, выяснили, у кого какой был рост. Здорово. Вот. И дети с удовольствием меряют свой рост и выясняют, доросли они до Пушкина или какой, или переросли они Павла Первого. И таким образом они запоминают, в какое время жил Пушкин, при каких царях. А тут уж, конечно, мы царей и про царей им, конечно, говорим. Вот, видите, вот три царя, при которых жил Пушкин. Здорово. Квесты у вас какие-то, я знаю. Квесты. Ну, у нас есть такое мероприятие, на которое мы с удовольствием пригласим всех, кто желает. Ну, вообще-то лучше это организованная группа, потому что должна быть достаточно большая группа. У нас есть квест, литературный лабиринт по роману Пушкина Евгений Аникин. Погружает человека в эпоху Пушкина и рассказывает о том, чем жили герои этого романа. У нас там есть и язык веера, и мода того времени. Здорово. Которую представляет у нас как раз главный модник этого романа Евгений Анигин. И бал у нас есть, который у нас открывает Ольга. А как попасть к вам, как записаться или вообще что-то? Записаться. Звоните нам. 917-38, 917-40, наши телефоны. А что в рамках недели памяти Пушкина? В рамках недели. Во-первых, мы знакомим детей с пушкинскими местами. Ну, все знают. В Болдине. В Болдине, да. Но ведь в Болдине Пушкин был, когда им исполнилось 31 год. То есть он взрослым уже попал в Болдине. Уже в большом возрасте. Да, в большом возрасте. А где прошло детство Пушкина? Вот вы знаете? Нет. Нет. Вот родился он в Москве. В Москве, да. Но вот каждое лето они ездили в подмосковные Захарова. Еще вот если наши жители вдруг захотят посетить ближайшие места, я бы всем рекомендовала поехать не только в Болдино, но и рядом находится селение Львовка, которое основал дед Пушкина, Полиня отца. Вот. Во Львовке находится музей героев повести Белкина. Ого, класс. Что еще в библиотеке? Что еще у нас в библиотеке? У нас есть в отделе искусства будет такая галерея Пушкина в искусстве, Пушкин в памятниках. Это будет тоже очень интересно, потому что мы каждый раз готовим новый выставок, каждый раз для себя что-то новое открываем. И я думаю, что и жителям Сарова, если они интересуются Пушкиным, интересно будет туда прийти. Но это же получается не только интересоваться Пушкиным. Это история России, это история языка, это даже история нашего региона. История земледелия тоже сюда входит. Представляете, вот насколько многогранно понятие Пушкин наше все. Вот оно оправдывает. Человек отразил эпоху и, по сути, ее с собой создал. Конечно, конечно. Еще у нас есть такой маленький музей, такая комнатка «Литературный мир Пушкина». Вот Александр Сергеевич, он там живет у нас. И там мы можем познакомить ребят о том, почему Пушкин основатель, основоположник современного русского языка. Наша библиотека соблюдает все абсолютно санитарные нормы. Не бойтесь к нам приходить. Мы не пускаем людей больных с насморком. Все ходим в маске, соблюдаем режим. Поэтому к нам приходить не страшно. Мы вас ждем. Обязательно записывайтесь, обязательно приходите. История – это такая вещь, которую нужно знать. И тем более таких поэтов, как Александр Сергеевич. Узнавайте правильно, знакомьтесь правильно. Не через скучные лекции, а через интересные экспозиции, и через интересные интерактивные мероприятия в библиотеке имени Пушкина. Мы вас приглашаем. А с вами увидимся на канале ровно через неделю. Пока-пока.